Музыка Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в городе Сагунта, который находится приблизительно в 20 минутах езды от Валенсии, Испания. Я обратилась в клинику, называется она вот так. Значит, здесь мне проверяют зрение. Первое, что я хотела бы сказать, мне проверили мой глаз, который оперирован 6 раз. Про все операции вы можете посмотреть в предыдущих видео. Вот, пожалуйста, плейлист. Сейчас мне расширили зрачки, чтобы посмотреть сетчатку. Значит, врач, первое, что он сделал, это перед тем, как расширить зрачок, вставлял разные линзы и предлагал мне посмотреть, вижу ли я изображение на экране, какие-то буквы. Значит, когда я смотрела прямым углом, то есть прямо смотрела на эти буквы, у меня не было никакого изображения, буквы я не видела. Но когда я с этой же линзой новой посмотрела на пол, я увидела букву. Это меня, конечно, очень удивило. Аж, если честно, такие эмоции были, что аж слезы навернулись. Потом мне проверили, значит, сетчатку, конкретно ее размер. Я такого аппарата еще никогда не видела. Там какая-то буква Х была, и мне сказали смотреть в центр этого креста. И вот таким образом проверили. Значит, там был еще такой лазер, который как будто сканировал прям сетчатку снизу вверх, и еще были несколько геометрических фигур, типа треугольников, всякого такого. Жду сейчас, пока расширится зрачок, расскажу, что дальше. Ребята, всем привет! Сейчас я нахожусь в Испании, в городе Валенсия. И недавно я была у офтальмолога, которая мне сказала, что она конкретно помочь ничем не может. Но дала мне шанс, отправила меня в определенную клинику. Я нахожусь рядом с ней сейчас. И сказала, чтобы меня посмотрел определенный врач. Я так поняла, что он хирург. Здесь будет переводчик. Слушай, не испанского языка, я не знаю. И мне подскажут, что же можно сделать сейчас с моим глазом. Потому что у меня очень сильное помутнение. Вижу, очень плохо. Началось косоглазие. Все это дело хотелось бы реабилитировать. Ну что, пойдемте в клинику. Так интересно получилось. Я видео сняла и такая думаю, ага, а куда же мне надо? Здесь офтальмотология. И здесь тоже она есть, смотрите. Ну, мне все-таки сюда. Я, конечно, обалдела от такой красоты. Вот, посмотрите. Я приехала чуть раньше. Можно даже постоять, полюбоваться. Обалдеть. Ну что, друзья. В общем, не стала я снимать ничего в клинике. Потому что, ну, в первую очередь, здесь очень все серьезно по поводу личного пространства. И снимать конкретно людей, да, вообще нельзя. Поэтому расскажу все, как есть. В общем, история такая. Я пришла к врачу. Он меня смотрел внимательно. И сказал, что по сути улучшить в глазу вообще ничего не получится. По той причине, что там внутри одна вода. И от сетчатки там толком у меня ничего уже и не осталось. Цель вообще сохранить теперь то, что есть. Слава Богу, в клинике был переводчик, что Альянс Асиста Нарфа Банка предоставили мне этого переводчика. Потому что это был бы вообще ужас. Врачи нервные. Ну, в плане того, что просто они мне назначили повторный визит. И женщина вторая, к которой я пойду, она сказала, вообще, какой переводчик через телефон. Ни в коем случае. Я говорю на английском языке. Пусть ищет, типа, или на английском языке, или на испанском. Мне все равно. Я по-другому переводить вообще ничего не буду. Рассказывать ничего не буду. Вот. Значит, врач мне сказал, что здоровый глаз себя чувствует в порядке. А вот в том, в котором было 6 операций в левом глазу, значит, какое-то воспаление. Он прописал капли. Они стоят 30 с чем-то евро. И он сказал, что вы не переживайте. Это на полном серьезе. Я вас не обманываю. Просто это очень хорошие капли. И они должны вам помочь. Я бы мог вам прописать чуть подешевле. Но они более сильные, говорит. И вам сейчас этого будет достаточно того, что я сказала. Потому что сильные, они могут быть с побочными эффектами. А то, что он прописал, оно без побочных эффектов. Так что есть хотя бы в этом плюс. Значит, я задала ему вопрос. Ну, надежда же умирает последний, да? И я его спросила, возможно ли улучшить вообще зрение? Возможно ли вернуть его? Возможно ли сделать какую-то четкость? В общем, он сказал нет. И, если честно, там настолько оно искажено. Он начал сегодня проверять. А вот, по-честному, да, я сегодня не выспалась. Спала всего там, ну, часов пять. А вот, потому что я работала до ночи. И еще и за компьютером сидела. Кстати, да, по поводу компьютера. В общем, из-за того, что я не выспалась, у меня глаз сегодня видит, соответственно, чуть хуже. По поводу компьютера. Он мне сказал, что ни в коем случае нельзя вот сидеть прям постоянно. Значит, нужно каждый час, хотя бы 10-15 минут делать перерыва. Я его спросила. Ничего, что я глаз закрываю, когда я сижу с компьютером. Он такой, и как он у тебя, говорит, дышит вообще? Я говорю, ну, вообще это происходит вот так. Вот так вот я сижу и работаю, да, каждый день с одним планом. Потому что у меня, блин, всем мешается. То есть, как бы, неудобно вообще с двумя глазами сидеть. Очень. Он не путает все, что происходит на экране. Вот, он в итоге сказал, что, в общем, закрывая волосами или на очки просто что-нибудь, ну, короче, тряпочку какую-нибудь положить, да, чтобы было бы удобнее. Вот, может, создам себе какие-нибудь очки для работы. Не знаю, посмотрим. Вот, ну, хотя бы не запретил сидеть за компом, это уже плюс. Значит, рекомендовал мне повторный визит, там, сегодня какой, через 10 дней, на 18 число. То есть, он хочет посмотреть, он хочет, чтобы меня посмотрела другая врач-хирург, что она скажет. И так как есть вот это вот воспаление, оно прямо где-то в середине глаза, и он сказал, это вообще такая штука нехорошая, надо от него срочно избавляться. И заодно через уже 10 дней они посмотрят, как повлияло, как влияет на меня этот, эти капли. Что еще? Значит, покажу бумажки, что мне дали. Если кто-нибудь что-нибудь в этом понимает, я буду очень рада. В общем, вот так мне еще не делали. Это, значит, обычный такой аппарат. Значит, я в него смотрю, внутри крестик, я смотрю в центр этого зеленого крестика. И потом такая яркая вспышка, и у него на компьютере высвечивается вот такая диаграмма. Ну, что она означает, я не знаю. В общем, суть примерно такая. Я ничего в этом вообще не понимаю. Значит, это один. Это второй. Так, прием у этого врача, значит, стоит 90 евро. А 45 евро это то, что он вот сделал вот эти все манипуляции, да. Так, соответственно, счет 135 евро. Я позвонила в компанию, да, Альфа-банк. Вообще никаких претензий, все замечательно. Прям за 15 минут оплатили. И даже меня удивило, что это было не так долго, как в Таиланде. Здесь, в Испании, они все делают намного быстрее. Значит, это на следующее посещение талон, но они это называют каким-то другим волшебным словом. А это рецепт. Рецепт, значит, они выписывают без каких-то либо печатей. Вот такая просто бумажка. Ну, видимо, это вот как раз мое, на мои лекарства. Значит, единственное, я вот что-то тут не вижу, чтобы он цифру 3 написал, потому что у меня должны быть капли именно 3 миллиграмма. Вот. Так, еще момент, то что он мне прописал еще вторые капли... Слушайте, вам ветер не дует, интересно? Ну, надеюсь, нет. Значит, он мне прописал еще вторые капли в глаз. Они конкретно для того, чтобы, как правильно сказать, в общем, смазывать этот глаз в плане того, что он у меня сохнет. В общем, я вообще боюсь, что мне в России наговорили, да, там, в клинике Федорова, что со временем глаз начнет уменьшаться, у него будет дистрофия, то есть я боюсь дистрофии глаза. Сейчас мне врач сказал, что в этом возрасте, в принципе, со мной ничего не должно такого произойти. Во-первых, глаз нормально себя ведет, во-вторых... Во-вторых, если я буду его вообще конкретно сейчас смазывать, то есть я сижу за компьютером, у меня начинает его резать немножко. Или утром просыпаюсь, он очень сухой, то есть что я делаю, да, я же не буду всем подряд капать. Я просто промывала раствором для линз. А сейчас он мне прописал вот эти капли, говорит, да, пользуйся как хочешь, сколько хочешь, то есть как бы ты вообще хоть улейся ими, в принципе, ну, там, в общем, вот так, ладно. Само собой, то есть как бы, когда я буду сидеть за компьютером или вот просыпаться утром, иногда нужно все-таки его приводить в порядок. Других проблем он мне сейчас не обещает, то есть он говорит, что на данный момент все в порядке, главное избавиться от вот этого воспаления, чтобы не было никаких последствий. Ну, посмотрим, если честно, как подействуют эти лекарства, сообщу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!